Ребятушки, всем привет! Всех-всех вас целую! Люблю до Луны и обратно! В общем, мы только приехали с вязанного рынка. Уставший мозг закипает. Грязный, мокрый, пыльный. В общем, вообще никакие. И уже вязанный рынок я вам выложу видео завтра. Все потихонечку сниму. Тут мы спонтанно решили поехать сейчас на речку. Поехать быстро. Курицу купили. Сейчас замариную. И прямо пока она пускай маринуется, пока будет делать костер. И, в общем, купили продукты. Я же приехала из Кропоткина. И, в общем, в шаром покатили. Ничего такого нету, да? Ну, как бы, если этот есть, ну, как бы нету. Купила фарш. Вот в основном мясного у меня не было. Ну, короче, мясного не было. Вот набрали опять целые сумки. Фарш прям при мне перекрутили. По 350 я взяла. Так. И то, от чего отрезали мясо. Вот здесь вот с косточками вот такие вот кусочки. Эти тоже на что-нибудь пойдут. Так. Вот миску взяла. Так. Дальше. Взяла окорочка. Окорочка, бедрышки. В общем, здесь, ну, вот эти вот нижние части ножек. Вот. Тоже взяла целый пакет. Желтенькие такие. Это бролерные. Так. Купили мы бочок еще. Тот я маме оставила. Он не тяжелый. Его удобно носить. Он на шестый трав. В общем, электролит купили, потому что надо брызгать траву во дворе. Прям срочно, завтра. И черешню собирать надо, и брызгать, и деревья уже надо побрызгать. Пора. Так. Это, ребятки. А, это я минералку себе. Все. Я по чуть-чуть начинаю пить минералку. Мне она хорошо заходит. Вот. Никаких ни Кока-Кол, ни Пепси-Кол, ничего такого не пьет. Так. И вот здесь вот взяла крылышки. Это сейчас я быстро в уксусе замариную. Лук туда какие-то приправы для шашлыка взяла. И вот с этим мы поедем на речку. Так. Дальше. Макароны взяла большую пачку. Уксуса взяла сразу. Замариновать. Думала, уксус пролился. Так. Взяла крабовые палочки. Не знаю почему. Увидела. Взяла. Пускай лежат. Но крабовую взяла и кукурузу. Может быть, как-нибудь надумаю салат делать. Дети любят очень крабовый салат. Так. Взяла сосиски. В морозилку тоже сейчас закину. Закончились. Так. Взял вот такой абхазский соус томатный. Ну, к шашлычку. Приехали. Представляете? И как-то пасмурно вроде стало. Устали, девчонки. Жара, пекло. Еще пока туда поехали. Что-то купили сюда. Пробки. И время сейчас уже, по-моему, шестой час. Так. Вот эту приправу для шашлыка взяла. Волшебное дерево. Волшебное дерево. Вся фирма. Вся линейка хорошая. Так. Это Комусь и Алине. Они этот растаяли. Там Тимура еще в сумке у меня лежит. Так. Взяла порошок Бимакс. Брава. Очень мне понравился. Мы заехали на оптовую базу, где химию продают. Я смотрю, 3 килограмма стоит 320 рублей. Ну, запах от него просто обалдеть. И уже на кассе стоим. Огромнейшая база. Вот именно химией всякая. Смотрю, 6 килограмм стоит 400 рублей. Это вообще выгодное предложение. И, в общем, взяли вот такой вот Бимакс. То и раньше чайкой. Чайки. Он неплохой, но запаха такого нет. Так. Взяли кофе наш из Кафе Голд. Валя нас, Валюша, тогда побаловала. Нам высылала из Германии вот такой кофе. Ну, честно скажу, отличается. Отличается. Ну, кофе у нас есть. Вот еще с Израиля прислали. Вареные. Но это вот Эдик его любит. Я могу и такой, и такой. В общем, любой могу. Вот. То, что с Израиля прислали, я пью его. Я даже иногда не варю. Просто кипятком заливаю, запариваю. Так пью. Ну, мы кофеманы, в общем, ищем те. Без кофе жизни себе не представляем. Так. Я рву. Вот она вода. Я искала. Где моя вода? Так. Купила краску на этой оптовой базе. Темный каштан. Вот такой вот я крашу себя всегда. Но бывает, когда я забуду купить, и Алина идет в магазине нашим, берет. Ой, забыла, как называется. Ладно. Ну, в основном вот предпочитаю вот эту. Так. Этих себе взял для бритья что-то там. Крем после бритья. Так. Я себе взяла, девчонки, два вот таких вот лака. Это для этих ногти. Ногти на ногах красить. Покрасила этим, знаете, чем? Серый лак. Мама говорит, такое ощущение, как будто тебя, говорит, молотком по пальцам вели. Говорит, все пальцы. Ты не красивый, больше не красит. И, в общем, вот это взяла именно для ног. И это тоже надо уже менять. Уже вот запишусь на днях. Уже длиннючие такие. Так. Взяла каплю. Тоже она дешевая. Взяла про запас. Хотя у меня и сорти есть, и ферри. Пусть стоит. Вот эта капля ничем не отличается от ферри. Пенится точно так же хорошо. И дешевая. По-моему, 27 рублей или 37 рублей. Что-то такое. Так. Ну и, конечно же, моя шампунь чистая линия. Я ее уже сколько лет не изменяю. Но без бальзама я не могу мыть. Без бальзама это на голове метелка. Только с бальзамом. Если бальзама нет, то все, паника. И поэтому взяла про запас. И бальзам у меня еще есть. И шампуня еще два есть. Но на оптовой базе он был по 75 рублей. Вот. И бальзам был 75 рублей. И шампунь был 75 рублей. Так. Себе взяла вот такой крабик. Свой поломала. Черный. Хотела черный. Не нашла. Короче, думаю, потом возьму. Вот пока взяла. Не могу с этими хвостиками ходить. Так. Дальше. Дальше. А. Это мы были в фикс прайсе. Там Эдик опять себе понабрал. Всякая ерунда. А я взяла себе. Знаете, что было? У меня есть друшлаг. Но он вечно мешается. Он вечно стоит не там, где надо. В общем, этот, видите, вот эта часть силиконовая. Так. Опаньки сделал. Повесил его. Или в ящик положил. Он очень мало места занимает. А оттого я избавлюсь. В нем прям вот где дно, рис. Вот это все застревает. Потом это все выбиваешь. Короче, он пойдет у меня в костер. Когда будет у меня очередной костер. Так. Вот такую себе взяла. Она 99 стоит. Так. Это Эдик себе там для стройки какой-то набрал. Эти маркеры ему нужны, когда он плитку преобразовать. Или ржавчины. Короче. Ну, короче, какой-то ерунды. Так. Это я девчонки докупала. Докупала то, что этот на отправку. У меня были в наличии. Так. А эта на отправку у меня пойдет тоже во вторник. Еще вот такой набор купили. Чебурек, пельмень, вареник. Так. И за то, что я часто очень покупаю у этого, да, мужчина, он не взял, нож подарил. Хотя там какие девочки ножи были. Вот неуважение, полное неуважение к такому клиенту. Сколько я уже этих наборов у него понакупила. Сколько отправила. Он говорит, я вам дарю, говорит, нож, картошку будете чистить. Картошку я чище вот этой. Картофель чисткой, поняли, да? Ну, ладно. Договорится, дай нам коню, дубы не смотрят, да? Так, батон взяли. Взяли персики. Но они крупные. Я пять штук взяла. Прям очень крупные, спелые. Все, пошел сезон фруктов. У нас уже арбузы продают. Мы хотели купить арбуз. Я говорю, ну, давай возьмем, попробуем. Пускай нам его там надрежут, да? Я говорю, ну, давай. Он говорит, ну, ладно, на выезде. Короче, выехали с города, все, на выезде арбузов не было. Так, мы купили дыньки у нас в магазине. Они по 52 рубля брали. Пробовали сладкие, но они твердые. Но очень сладкие. Вот три дыньки взяли. Они маленькие, видите, вот такие вот. Так. Взяли лаваши. Я взяла две пачки, что нет. Одну пачку заморожу. В общем, в заморозке хорошо себя ведут лаваши. Один с собой возьмем на речку. Одну пачку. Так, это я что, это станочки взяла. В общем, вот такая закупка. Ну, и для братьев наших меньших. Зашли и пошло-поехало. Так, здесь сюда нам положили капли вот эти от блог. В общем, и собаки, и кошки взяли ошейники. И еще и капли здесь лежат. В общем, отдали 600 с лишним рублей в этом зоомагазине. Вот. И капли, короче, сказали скупать, побрызгать каплями. Потом одеть через несколько дней вот эти ошейники. Тогда, может быть, говорит, месяца на два вы забудете, что такое. А так капли покупаю и хватает всего на три недели. Так, попугайчиком своим взяли. Смотрели клетки. Ну, такие дорогущие. Большие клетки. В общем, хорошая большая клетка стоит три с лишним тысячи. То есть дороже, чем вообще эти попугаи. Вот. И поэтому эти, говорит, ну, посмотри, может, говорит, на Авито кто-то продает. Вот именно большую. Чтобы, знаете, вот, ну, размах был. Ой, целуются. Целоваются. Этот. Чтоб размах им было место. Ну, как бы им и не тесно там, но хочется им просторы. И вот такое зеркальце взяли в зоомагазине. Оно с двух сторон тоже подвесим. И, в общем, с колокольчиками. Они будут думать, что к ним кто-то еще прилетел. Так. Ну, и коту нашему. Он с ума сходит. Я, как приехала с Кропоткина, последний корм ему высыпали. И коту купила корм. Вот такой вот большой, большой пакет. Ему теперь хватит надолго. Ну, вот, ребятки, вот такие вот покупки. Вроде все по мелочи. Но потратили много, как всегда. Как в город выезжаем. И пошло-поехало. Вот. Ну, а ваши заказы, девчонки, все купила. Все этот. И все покажу вам завтра. Так. Ну, все. Я сейчас с Алиной быстро все это разбираю. Мариную, прыгаю в машину. Без всяких там, знаете, формально. Без всяких пафоса. В общем, хватаем. Что под руку попадется. Все. И едем. Главное скупаться. Ну, и по ходу пьесы пожарим шашлык. Там и Тимур уже с работы подъедет. Иди кого с дороги заберет. Так что еще увидимся. Так, ну все. Мы собрались. Молниеносно. Мы так в жизни никогда не собирались. И даже так быстро не мариновали шашлык. В общем, мы сюда пришли. Здесь не глубоко. В общем, так. Дети туда пойдут. Там дальше уже можно купаться. А мы вот здесь вот. И в том году сюда приезжали. Здесь такой вот карманчик. Закуточек. Здесь посидим. Все места заняты. Все. Если не полаула, то четвертая часть аула сейчас на речке находится. Жара была невыносимая. Эдуардо. И пасмурно стало. Но посмотрели, дождя не будет. Так что можно будет свободно посидеть на речечке. Ну что, Камуська, поздоровайся с подписчиками. Ты рада? Я тут буду только туда. Тут будешь? Туда не пойдешь? Алина с Тимуром туда пойдут. Но Тимура еще нету. Эдик его встретит потом. Давай прям здесь. Шашлычок. Я помню, когда они туда шутят. Мы все взяли. Алина, давайте все сюда сейчас выносить. Спрашивай. Взяли сосиски еще, пока шашлык там суть додела. А это что здесь делает? Это соя. Это забирай. В общем, вот, ребятки. Сюда добавила специи для шашлыка. Уксус. Даже добавила чуть-чуть сахара, чтобы уксус быстрее работал. Лучок, перчик. Паприки добавила, чтобы он такой красненький, красивенький был. Помидорчики, огурчики, дыньку взяли. В общем, такое все. По-быстрому, спонтанно. Все, насобирали на речке. Эдик этих сухих веточек, палочек. Начинаем разводить костерчик. Кто меньше сделал? Кого? Так я же снимаю. Интернет не ловит здесь. В общем, глушь, тишь. Вон, видите, чем я ногти накрасила себе. Что? Лаком. Синь. Это меня Алина такое купила. Как будто этот меня кто-то молотком по пальцам бил. В общем, пока суть до дела. Жарят сосиски. Мы эти лаваши армянские взяли. Потом, что еще? Соус по-грузински. На костре прям так вот их обжечь. Алина, здоровалась? Всем привет. Алина, стесняшка. Ну, что передние жарить, а задние кто будет жарить? А как? Весной, наверное, надо было по одной. Да? О, а я вам говорила. А еще этот, сосиски. Ой, что сосиски брать? Вот, пока туда-сюда. Сейчас червячка заморите. Так, а тарелка что-нибудь есть? Все взяла. Тарелка, блюдо, вон, все есть. Сейчас прям сразу их в этот, как его, в лаваш. Сейчас лаваш открою. Давай, давай. Алина, давай свою, а то сейчас твоя сгорит. Не покрывала, не взяли. Ну, тут рекорд поставили. А, рекорд по сбору. Короче, за пять минут, девчонки, за пять минут я тут же соль, моль, все быстро насыпала. Чашка помидоров закинула, огурцы закинула, все. Я говорю, Эдик, все, мы готовы. Он говорит, как готовы? Я говорю, вот так готовы, все, поехали. Да, так быстро мы. Вот так надо спонтанно всегда. Я потому что испугалась, а дождь пойдет. А дождя вроде бы сегодня не будет. Видите, у нас речка как течет, быстротечная. Ну только мелководие. Мелководие, да. Все, готово. Все, давай. Ну что, садитесь, господа, пока. Перекусите. Фух. Ну что, вкусно? Обалденно? Угу. Ну все, первая партия шашлычка жарится. В общем, шесть шампуров у нас получилось. Спасибо. О, кому-то я мне ромашек нарвала. Вон, видите. Себя не показываю, девчонки. Эдик меня заставил окунуться. Сам купался. Давай, 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 давай. Да не холодно. Как они мне начали с Камилой поливать. Зато я сейчас вообще как человек сижу. А я не хотела купаться. Зашла ногами по трое. Ой, холодная вода. Ну, в речке всегда вода кажется холодной сначала. А потом нормально. И они меня облили. Эдик, ложись на спину, ложись на живот. И, в общем, вот так я освежилась. А вообще пришли к такому выводу. Сейчас вот это сидели, думали, думали. И этот. Вот так вот, да, это спонтанно, быстро. Я этот шашлык замариновала. И то с курицей, понятно, что. А так, что, сосиски, да, будем вырекать? Ну, и когда спонтанно, да. Да. Целенаправлено, тогда уже, да. Да, подготавливаться. А то мы то не взяли, это не взяли. Вот. Испытываем дискомфорт. А так вот, когда вот так спонтанно... Хотя у нас сосиски же я купила. Надо было взять тот пакет сосисек, нажарить, да и все. Ну, в общем, как получилось, так получилось. Вот еще, ребятки, шашлычок. Кимур опоздал, представляете? Ну, подожди, еще не опоздал. Да? Да. В общем, видите, мангарчик соорудил этих из подручных средств. Тут кирпичики какие-то нашли. Там досточками прикомстроили. Ну, может, это будет вообще самый вкусный шашлык. А то там рецепт шашлыка от того рецепта. А ты какой нафиг рецепт? От Макаревича. Да. У нас вот, по-быстрому. Ну, запах бомбовский. Пахнет уксусом. Комаров нету. Комары убежали. Как комаров нету? А, ну, у тебя нету, меня уже покусали. Так, ну все, вот Эдик первую партию пожарил. Эдик, а ну, пробуй, пробуй первый. Не сырое? Горячее сырое не бывает. Вкусненько? Норм. О маринадках. Вот, А вот, Эдик, а тоже миссия каждый год. Юля, шашлык так вкусненько замаринует. Он его с сырыми пожарит. Нормально? Не, ну, видно, этот прожарился. Вон там у нас еще жарится три штучки. В сковородке тоже пережарился. Давай, Алина, пробуй. Я тоже сейчас пощипаю. Вкусно? Вкусно? Камила. Камила, давай тоже, одевайся только. А лаваши только вот эта осталась? Нет, я еще лаваши брала. Помидоры, огурцы сейчас нарежу. В общем, девчонки, я не съела даже одного крылышка. Сижу, сытая. Я говорю, все, поехали домой уже этот. Я сытая, шашлыка наелась. Обалдеть, одно крылышко даже не вошло. Это ужас. Не, ну я рада этому. Я об этом в восторге. Такому состоянию. Сейчас бы я умяла бы три шампура, да? Ровно половину. А так и сытая, и еда целая. Выгодная я жена теперь, да, Эдди? Ем мало, три зернышка в месяц. Зато у меня теперь другие хотелки заходили. Мне теперь ногти хочется, сумочки хочется. Так что я теперь компенсирую по-другому. Так аппетитно едите, Алина. Ну, короче, шашлык удался. В общем, не аль денте получился. Получился как надо. А то всегда был аль денте. Комуся купается до сих пор? Сегодня и жар ухватило. Выехали, бумагу не взяли. Начали, знаете, что, сумку свою перебирать. Хорошо хоть сумку взяла. Чеки. Чеками разожгли. Там с магазинов разных чеки были. Блин, я не трогу не танцую. Я стараюсь сейчас его не выезжать. Ну, и далеко так. Это не надо. Там, кто-то нету, кто-то нету. Ну, что-то не надо. Хорошо, хорошо. Мы знакомы с 80-го года. Ну, все, ребятки, начинаем собираться. Это Тимуру повезем. Не успел ребенок с нами. Мам, дай еще купаться. Нет, нет, Комуся, уже все, купаться. Давай выходи с воды. Холодно уже. Алина, молодец. Молодец, шампура мой. А я слышала, что ты сказала, шампунь. Шампура, какая шампунь. Все, едем домой. В общем, денек сегодня был. Встали в 4 утра. Все успели. И туда съездить, и сюда. И столько все. Порешать делов. И едем на счет работы. Там ездил, они закупали плитку. И я успела все заказы выполнить. В общем, еще и на шашлыках побывали. Еще и на речке скупались. Я же вам говорю, у меня энергия так и прет. Ну, едик вообще, он тоже сам по себе активный. У меня она только сейчас, и энергия начала переть. А у него она всегда. Я говорю, может, шашлык? Ну, давай. И вот так вот быстренько, бах-бах, все организовали. Ладно, ребятушки, что, на этом я с вами прощаюсь. Всех вас целую и люблю. До луны и обратно. Увидимся с вами завтра. Солнышко у нас садится, видите? Закат. Закат, ну. Красотень. Красотень. Вот такие у нас просторы. Вот, первый раз выбрались на речку. Ну, ничего, сейчас почаще будем. Сейчас и я буду ходить пешочком. Сейчас рано с утра будем вставать. Все дела делать. Детей беру и все. А что делать? Буду плавать, подтягивать кожу. Дома дела. Хозяйства нет, огорода нет. Какие дела? Все дела можно встать, рано утром поделать. Вот это что загородили здесь? А что там вообще растет? Это суток. Ааа. Мам, Париж. Где Париж? А, вот это? Вот так вот, девочки, выглядит Париж, как она говорит. Поняли? Вот она вам. Эфелева башня. Вон у нас рискок. Вон у нас рискок, да. Париж. Блин, она как что-нибудь скажет. Это кошмар. Вот это тоже, что за болото такое? Что за озеро? Это от Соника. Вот там у нас ферма, и она действующая. Сейчас я вам покажу. Я уже попрощалась. Молочная продукция Сатурн. Бабулины продукты. С Голландией. Коровы с Голландией, да. Так что, не хухры-мухры. Большая ферма. В общем, все чисто. Там все говорят. Ну, что говорят, мы видели по телевизору. Все по европейскому стандарту. Вот так. А ну, громче кому. Мы ободины живем на высоких горах. О, Рерай. Мы ободины живем на скалах. Если ты хочешь увидеть ободок отрасли, О, Рерай. Приезжайте к нам на Кавказ. Мы ободины живем на высоких горах. О, Рерай. Мы ободины живем на скалах. Вот так вот слышали? Пивуны у нас. Эдик поет, Кама поет. Эдик подпевает. Подпевает, да. В подпевках. Ну, вон она ферма. Ну, конечно, пахнет здесь не как прям по европейскому стандарту. Пахнет, как обычно. Прямо ужас. Вот тут он снимался. Ну, одно нас спасает, то, что мы... Мы далековато живем. А вот кто живет, живут люди около фермы. Это ужас. Особенно летом. Мухи. Вонь вот эта. До нас это не доходит все. Вон, видите. Ладно, ребятки, все. Пока-пока. Пока-пока.